Для того, чтобы прийти к этому месту, когда я ощущаю правильный стыд, о котором мы сейчас говорили, совет тут просто продолжать стремиться и работать в группе. Какова рекомендация, чтобы прийти к этой ступени? Попытаться избавиться от всех видов стыда. Есть в этом разные, как бы это сказать, возможности, принятые в широком мире. Почувствовать, что ты всегда находишься в массе людей, то, что ты думаешь, что мысли твои, они могут видеть, чувствовать, считывать и слышать то, что там проходит у тебя в голове. Короче, раскрывать. И еще-еще упражнения, похожие на эти. Это хорошее упражнение. Это действует в массах, не знаю, как сейчас, но когда-то есть целая система этих упражнений, когда таким образом обучают человека. То есть, как бы дрессирует его, что если он привыкает так думать, это помогает ему прийти к исправлениям. Или наоборот. Или наоборот. Это делает из него человека, подобного животного, которое не стыдится. Я вижу, что собака на улице не стыдится ничего, скажем, да? Вот и все. Потому что для нее... Или она чувствует массы или нет, ей неважно. Это уровень животного. И поэтому, если ты каждый раз представляешь себя находящимся перед массами, перед людьми, так перед людьми нет проблемы, это вещь естественная. Или же ты опускаешь себя на уровень животного. Или наоборот. Когда ты пробуждаешь именно все силы стыда и понимания, и тогда ты поднимаешь себя. Но это очень большая работа. И кто желает ее делать? То, что касается нас в данный момент, мы должны, как они говорят, все время думать о пользе общества. По сути дела, если ты все время думаешь о пользе общества, о слиянии товарищей, о пользе группы, ты тем самым можешь произвести эту работу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok